Друзья, здравствуйте. Мы ведем прямой эфир из библиотеки Гоголя. И сегодня у нас стрим путешествия по нашему онлайн-музею, который мы открываем в октябре. Онлайн-музей называется «Город Гоголя», и он посвящен интерпретациям Гоголя в русском авангарде 20-х годов XX века. Когда вы придете к нам уже не в режиме стрима, а как настоящие посетители, сегодня нас в этом пространстве двое, вы можете нас видеть. У вас тоже будет аватар, которым вы сможете управлять, и при помощи которого будете осваивать это наше виртуальное пространство. Сейчас мы находимся в первом зале. Это, собственно, зал нашей библиотеки. Если вы в ней бывали, вы должны его узнать. Но здесь его цифровой двойник, узнаваемый, но немного не такой, как те самые двойники, которых так любил Гоголь. Это место встречи всех наших гостей в виртуальном зале, откуда мы покидаем реальный мир и отправляемся в миры виртуальные. Сейчас я тоже приглашаю вас следом за мной подняться по лестнице, которая еще есть в нашей библиотеке, и вступить в те залы, которых в ней уже не может быть. Они бы там никогда не вместились. Итак, арка фразы такой, какой видел ее Андрей Белый. Андрей Белый считал, что Гоголь строил фразу очень витиевато. Вот у него несколько мыслей одновременно, как эти колонны. Вот на них навешаны предаточные предложения. Вот сверху идет лепнина, все это отражается друг в друге. Действительно, Гоголь так и строил фразу, и Андрей Белый, как поэт, изобразил ее вот в таком поэтическом виде. Андрей Белый написал свою книгу о Гоголе на исходе жизни. Он всю жизнь хотел написать об этом писателе, которого очень любили во время молодости Андрея Белого в Серебряном веке. Ну и вот добрался до этого сюжета уже в конце 20-х, начале 30-х годов. Он был вдохновлен спектактом Мерхольда «Ревизор», и после этого обратился к исследованию Гоголя. Андрей Белый был исследователем очень дотошно, но поэтому он проделал то, что сегодня проделывает современный компьютер. Мы с вами оказались в реке, реке цвета. И это, собственно, те цвета, которые Андрей Белый, как он посчитал, использует Гоголь в своих произведениях разной периоды. Мы стоим в красной полосе, переходим в желтую, и дальше нас ждет синяя. Это яркие цвета, и сразу понятно, что это молодость Гоголя, что это украинский цикл «Вечера на хуторе Брездиканьки». Андрей Белый вполне научно доказал, что действительно оттенки, которые здесь использует Гоголь, они все яркие, прозрачные, чистые оттенки. Что интересно, он всего насчитал 765 разных оттенков цвета у Гоголя, и считал он очень непросто, ведь нужно было решить, синяя трава к какому оттенку относится, к синему или к зеленому. Вот он принимал это решение, исходя из контекста. И в этом смысле компьютеры, современные цифровые гуманитарные исследования не могут поспорить с Андреем Белым, который все-таки был не только математиком, кстати, был сыном математика, не только человеком, который прекрасно считал и был очень неленив и прочел весь корпус произведений Гоголя, но к тому же он еще и был поэтом и мог это осмыслить поэтически. А мы с вами вошли в темную, мутную такую воду. Для петербуржцев неприятно, но это Петербург, петербургские повести действительно самый частотный цвет, петербургские повести черный. И второй частотный цвет, красный, оставшийся с первого периода. Гоголь в вечерах на хуторе Бездиканьки красным всегда изображал чертеев. Такая точно замеченная Андреем Белым последовательность. Но здесь тоже черти в Петербурге красные, но уже такие мрачные, страшные образы, такие как призрак Акакия Акакевич, который преследует всех нас на Невском проспекте. Кстати, замечено, что и подсчеты цветов у Достоевского показывают практически те же предпочтения по цвету в его ранних повестях, и особенно в двойнике, который написан под явным влиянием Гоголя. Но самая интересная часть этой реки цвета – это, наверное, ее белый кусок. Белые мертвые души. По мнению Андрея Белого, кстати, этот цвет, его имя – это псевдоним. Так вот, белый цвет мертвых душ, потому что они обобщенные, потому что в них Гоголь создает такие большие масштабные фигуры, которые не имеют конкретизации, которые за всю Русь отвечают, архетипы. И поэтому белый цвет, считает Андрей Белый, здесь главный и по подсчетам, которые подтверждены подсчетами современных компьютеров, это действительно самый частотный цвет этой поэмы, как правильно говорить, или, как можно сказать, романа. И далее Андрей Белый посчитал частотные цвета тех глав «Мертвых душ», которые из второго тома дошли до нас с несожженной, это всего три главы, такие фрагменты. Поэтому Андрей Белый не претендовал здесь на полноту исследования, но как поэт Серебряного века, любивший Гоголя-фантаста, он второй том «Мертвых душ» не принял. Он считал, что это слишком моралистическое сочинение, что оно здесь очень много от выбранных мест из переписки с друзьями, где Гоголь дается уже в такие церковные вопросы, вопросы домостроя, что это не то, что должно быть в эстетике. Поэтому он показал, что желтый, золотой, вот мы сейчас проходим, и зеленые цвета – это цвета гоголевской моралистики второго тома. Но с ним можно не согласиться. Например, Дмитрий Быпов, современный литературовед, считает, что второй том «Мертвых душ» предвосхищает прозу Достоевского, его интеллектуальные философские диалоги, которые есть уже у Гоголя. Так что мнения могут быть разные. А вот подсчеты одинаковые. Перед вами последний экспонат зала Андрея Белого – это облако тегов, созданное из слов, которые наиболее частотно использует Гоголь. Ну, некоторые слова непонятные. Например, слово «человек» в принципе довольно сложно избежать, если ты когда-то писатель. Оно одно из самых частотных. Если поднять голову, можно увидеть его самым крупным шрифтом. Слово «время» тоже часто упоминается. Ну, вот, например, слово «хорошо» и «хороший» – тоже одни из самых частотных. Это типичный пример обманки Гоголя. Можно подумать, что такой благостный писатель, все пишет, как «хорошо». Но если вспомнить, как Гоголь это слово использует, например, «хороший человек» Иван Никитарович описывает, в общем, какой он ужасный человек, то сразу понятно, что Гоголь ироник, и эти слова в облаке тегов далеко не всегда говорятся впрямую. Ну что же, мы расстаемся с пространством Андрея Белого и переходим к тем интерпретациям Гоголя, которые создавали уже не исследователи или не поэт в обличии исследователя, каким выступил Андрей Белый, а, собственно, художники. И мы переходим в зал Марка Шагала. Поскольку Марк Шагал, к сожалению, большую часть жизни прожил не в России, то как-то было не принято говорить о нем как об эмигранте, и сюжет его работы с Гоголем фактически для нашего русскоязычного культурного пространства неизвестен. Очень мало кто знает, что Марк Шагал написал 96 опортов по мертвым душам. Принялся за них, как только эмигрировал из России в 1923 году, точно как Гоголь, только уехал из России, сразу займется мертвым и душным. Здесь мы попадаем в пространство зимней дороги, по которой едет Чичиков с Сирипаном. Мы не знаем, какое время года было в мертвых душах, но Андрей Белый тот же посчитал, что оно все время менялось. То деревья, то в юго, это за час разница. Тоже такое обобщенное время, белое время. И вот город Эн, который Марк Шагал вот так вот в характерной для себя манере изобразил. Мы видим шагаловские диагонали, видим эту странную смещенную перспективу, домики. Вы видите, что каждая из табличек на домах, о которых написал Гоголь, вот буквально каждая дословно повторена здесь. Шагал приехал в Петербург в юности, он учился, подрабатывал в мастерской по вывескам. Так что тут он приуменил свои умения. Ну и еще, что меня особенно всегда занимает, с левой стороны электрический стол. Конечно, не могло быть у героев мертвых душ электричества, а вот Марк Шагал притягивал их к своему времени и делал их своими современниками. Тем более, что когда он уезжал из Советского Союза, как раз был расцвет такой программы по электрификации. Сейчас об этом большая выставка в Москве. Всем советую сходить. И, конечно, произвело это впечатление и на Марка Шагала. И еще одну работу его покажу вам. Это «По дороге к Манилову», она так называется. Видите, она у нас тоже, в музее, расположена по дороге, по-третьей пути. Эта работа очень напоминает другую работу Марка Шагала, связанную с его личной биографией. Есть у него такой цикл, где он и писал, как мемуарист, и писал, как художник, график «Моя жизнь». И там есть очень похожий пейзаж. Собственно, перед нами не совсем-то выезд из города Н, Чичикова, а выезд из городка Лиозно, где родился Марк Шагал, и где жили его бабушка и дедушка. И он каждое лето туда в детстве приезжал. И здесь мы видим вот эту диагональную дорогу. Все театральные люди знают, что самый дальний путь по сцене диагональный. И как художник Марк Шагал тоже это знает. Рисует длинную дорогу, ведет ее от нижнего угла к верхнему. Вот этот мостик деревянный, такой действительно гаузлиозный. Посмотрите, с левой стороны дороги дом и маленькие домики. Некоторые люди, жители вот этой деревни, они такие маленькие, даже больше домов, такие домики маленькие. А по центру силипан Чичиково. Наше пространство Шагала построено так, чтобы люди могли гулять по нему, теряясь и чувствуя себя вот тем самым Чичиковым, которого не всегда трезвый кучер силипан, ведет по просторам Руси за мертвыми душами. Вы можете выбирать путь. Здесь есть развилка, здесь нельзя никогда прийти одним и тем же путем. И мы приглашаем наших зрителей, когда вы придете не на стрим, а внутрь музея, просто затеряться в этой белой странной Руси со странными персонажами. Вот нас встречает помещик Манилов. Он нарисован при помощи такой техники акватинка. Видите, вот эти жирные стряки губкой наносятся. Это такой засаленный халазм, лимитого боговецкого героя. Но поскольку у нас сегодня экскурсия короткая, то мы не будем плутать по залу Марка Шагала, а перейдем к нашему следующему герою. Это Всеволод Мейрхольд, крупнейший в истории, наверное, русского театра, крупнейший режиссер, который был недооценен по той причине, что он, Женя, был расстрелян в 1937 году. Пока идет загрузка зала, расскажу, что Мейрхольд поставил самый известный в истории, наверное, всего русского театра спектакль по ревизору, по главной пьесе Гоголя. Мейрхольду было уже тогда довольно много лет, ему было, наверное, за 50. И он всю жизнь, вот как Андрей Белый, всю жизнь мечтал написать о ревизоре, также всю жизнь мечтал поставить ревизора. Мейрхольд поставил ревизора в те годы, когда у него уже был свой собственный театр. В своем театре Мейрхольд сам определял, что ему ставить, и ревизора он поставил на своего любимого артиста. Это Раст Гарин. Раст Гарин, человек, который никогда не изменил Мейрхольду, который остался ему верен даже в самые страшные годы расстрела. Зная, что у него есть такой протагонист, такой герой, как ревизор, Мейрхольд мог позволить себе поставить этот спектакль так, как он и хотел. Сохранилось много изображений, как Мейрхольд показывал Раст Гарину, каким ему нужно быть. И ревизор Раст Гарина был, в общем-то, совершенно страшной и инфернальной фигурой. Это было существо, возникшее как бы из ниоткуда. У него не было лица. С каждым из героев пьесы он был разным. Одним он был с городничихой, которую полностью очаровал, другим он был с чиновниками. И вот это отсутствие материи, отсутствие живого человека ужасало и запоминало всем зрителям. Спектакль был поставлен в комтеатре, который сейчас, на его месте сейчас находится зал Чайковского в Москве. Тогда это был театр «Бывший зон». Зон был антипринером дореволюционной эпохи. Построил этот театр, и он был передан Мейрхольду как самому успешному режиссеру своего времени. Я приглашаю вас выйти на сцену театра «Бывшего зон» и посмотреть этот спектакль со сцены, имея в виду четвертую стену. В театре есть такое понятие – это стена, разделяющая зрителя и актера, которую нельзя преодолеть. Ее нельзя преодолеть и в нашем музее. Вы видите этот пустой зал. Здесь уже нет людей. Этот спектакль ушел в историю, и также ушел в историю. И актерский состав. Мы не можем реконструировать его, но мы можем реконструировать ту удивительную установку, которую Мейрхольд использовал в своем спектакле. Вот эта стена из красного дерева, она производила очень сильное впечатление. Сразу было понятно, что город имперский, что Мейрхольд пересмотрел творчество Гоголя, сделал ревизора происходящим в Санкт-Петербурге, таким образом усиливая апокалиптические настроения. И вот первая сцена. Вы видите, мебель выдвинулась на площадке. Она называлась куркой. Это технология театра мистериального, театра эпохи Возрождения. Мейрхольд был очень большим знатоком истории, он обращался к самым разным театральным эпохам. И вот здесь, за этим столом, выезжали актеры. Их было очень много. Они не помещались на этом кресле, они теснились. И сразу создавалось впечатление беспокойства. Вот там, где сейчас стоит герой Маяк, наш посетитель, сидел городничий. Он был в ужасе от этой новости. К нам едет ревизор. После этого эта платформа уезжала. И за сценой сменялась декорация. Вот сейчас покажу вам. Закрывались главные ворота. Уезжала платформа. И появлялась другая, другая, другая обстановка с другими людьми, с другими героями. И я покажу вам, я не смогу показать сегодня все сцены, которые действительно реконструированы в нашем зале. Но я вам покажу сцену, исполненной нежнейшей любовью. Это эпизод, в котором ревизор, точнее, липовый ревизор Хлистаков встречался с своей дамой, точнее, с женой Городничевой, ее дочкой. Жену Городничевой играла супруга Мерфольда Зенайда Райт, которая всегда получала лучшие роли в его театре. Играла замечательно. Она играла такую даму, уставшую от своего мужа, лишенную мужского внимания. И это тоска. Ее эротические фантазии, они отражались в сцене, которую Мерфольд ставил фантастически. Вот вы видите шкаф, видите ширмы, видите вот эти диваны. Отовсюду, из шкафа, из-за дивана, из-за ширм выпрыгивали прекрасные мужчины, офицеры, они были в форме, у них были цветы в руках, мандолины, и они играли ей с серенадой. Так вот даже вот из этого странного сооружения, это шляпная коробка того времени, отсюда тоже выпрыгивал один офицерик, это был молодой Пучик, впоследствии знаменитый актер, а тогда такой стажер театра Мерфольда. И вот эти две линии чиновников и женщин перекликали в спектакле, что производило большое впечатление. Финал спектакля был трагическим. У Гобеля, как вы знаете, немая сцена, и здесь тоже была немая сцена, которую Мерфольд выводил на совершенно другой философский уровень. Вот, посмотрите, мы откроем все двери, и во время немой сцены из-за дверей выезжали восковые куклы артистов. Они стояли, они сидели, они заполняли всю сцену, и люди не понимали, что это уже не артисты, а что это чиновники, это герои, это пьеса, и они оказывались прямым выражением не просто немоты, которую написал Гобель, а застывшей, мертвой материи. Это было очень страшно, производило очень большое впечатление. Да, трагическая история этого зала в том, что на его месте вскоре возник другой. Мерхольд поставил ревизора с мечтой о круглой античной сцене. Вы видели полукруг задника? Ему должен был отвечать полукруг края сцены, рамка, и такую сцену Мерхольду пообещали. Он сам ее спроектировал вместе с архитекторами, в числе которых был и сын режиссера Евгения Вахтангова, тоже он был и сын его архитектором. Эта сцена должна была обмещать весь опыт мирового театра. Посмотрите, это амфитеатр греческий, и вот эта круглая сцена, вдающаяся в зал, вообще вдающаяся в зал сцена, это традиция Елизаветинского театра и кухи Шекспира. Мерхольд понимал, что совершенно по-другому, мы даже друг друга видим на этой сцене, по-другому статуарнее будет выглядеть фигура актера. 400-й спектакль Мерхольда прошел 8 января 1938 года. Это был последний спектакль вечером этого дня. Театр Мерхольда был закрыт. Через год, в январе 1940 года, Мерхольд был расстрелян по ложному обвинению, как враг народа. Вот это здание, нынешний зал Чайковского, уже строился. Вы понимаете, запущенную стройку остановить невозможно. Он был построен таким, каким его хотел видеть Мерхольд, за очень редкими изменениями. И, конечно же, Мерхольд его никогда, никогда не увидел. этот зал был отдан под концертный зал музыкальный, хотя его театральные свойства уникальные. Здесь в октябре 1940 года зазвучала 6-я симфония Чайковского. Это был Мерхольд и Чайковского его столетия. И открывался этот зал 6-й симфонии. Мерхольд знал эту симфонию. Он считал, что симфонии Чайковского буквально выражают рок. Ваши пьесы абстрактны и выражают рок, как симфонии Чайковского, писал Мерхольд в молодости Чехову. И вот эта роковая симфония звучала в день открытия зала, автор которого никогда его не увидел. Покидая этот зал, мы возвращаемся в менее трагические для истории нашей страны еще не 30-е, но 20-е годы, когда был «Ревизор» поставлен, и когда очень много чего произошло в русском авангарде. В том же 26-м году, что и премьера «Ревизора», прошла премьера фильма или, как вы видите, кинопьесы в манере Гоголя «Шинель». Ее поставили совсем молодые люди, в отличие от Мэтра Мерхольда. Это были Козинцев и Траунгер, люди 21-22 лет. Они приехали в Ленинград уже, на 2026 год, наверное, еще в Петроград приехали, из своих городов, из Одессы и Киева. И тут же, вот они, Лезенцев, Козинцов, тогда писалась фамилия, сколотили вокруг себя группу единомышленников, назвали себя «ФЭКСы» – «Фабрика эксцентрического актера». Это очень характерная для того времени любовь к аббревиатурам. И действительно занялись театральной эксцентрикой, они поставили женитьбу и очень быстро поняли, что они хотят ставить Гоголя и вообще работать не на сцене, а на экране. Они пришли на Линдфильм. И вот мы с вами тоже заходим в такой странный кинотеатр. Фильм «Шинейн» показан у нас не видя кадров бегущих перед вашими глазами, как обычно это бывает, когда вы смотрите фильм. А здесь мы с вами идем мимо кадров по лабиринту. Это позволяет по-новому увидеть работу и оператором. Это был гениальный оператор Андрей Москвин, такой легенда Линдфильма. Он был тоже тогда еще очень молод. И работал художника Бутафора Евгений Геней, человек, приехавший из Денгрии, воевавший за Красную Армию на Дальнем Востоке и ставший художником Линдфильма. Такая удивительная биография. И, конечно, сам сюжет. Посмотрите, вот этот странт, самая похожая на прекрасную даму Серебряного века. Этот человек, как мы знаем, находит героиню в номерах. Сюда Юрий Тинянов, молодой сценарист, тоже очень молодой из этой группы, который писал сценарий фильма. Тогда он еще не был великим литературоведом, как мы считаем сегодня. Сейчас я вернусь в кинозал. Юрий Тинянов создал такое соединение двух сюжетов. сюжета Пискарева, то есть истории художника из его повести «Портрет Гоголя» и сюжета Башмачкина «Всем известный Шинели». Дело в том, что герой Шинели старый никому не нужен. Ну, вы знаете, человек, сотрудник, как-то неправильно сказать, сотрудник, переписчик бумаг в каком-то таком неинтересном ведомстве. И Юрий Тинянов сделал его предыстории историю другого гоголевского героя, художника Пискарева. То есть разочаровавшийся в жизни Пискарев, он видит эту женщину, влюбляется в нее и понимает, что она институтка и она водит мужчин в номера. Это настолько его ужасает, что вот он разочаровывается в жизни и в интерпретации Юрия Тинянова становится никому не нужным чиновником Башмачкиным. Посмотрите Башмачкина, ну или Пискарева молодого играл молодой артист. Посмотрите его лицо, оно впервые появляется в кадре вот с таким ужасом на глазах. Многие говорили о влиянии экспрессионизма на этот фильм, безусловно, влияние было, хотя сами фекции его отрицали и говорили, что они стремятся к изображению реальной материи, в то время как экспрессионизм это очень много грима, очень много таких дополнительных надстроек. Я хочу показать вам работу действительно оператора и художника. Вот слева кадр мужчина и женщина как тени в двери. Это почти театр теней. А дальше снова играют тени совершенно по-другому. Вот этот кадр, по которому сейчас учат молодых операторов, винтовая лестница, изгибы лестницы, изгибы теней, сама лестница с этими крупными балясинами, взгляд мужчины, тень над ним, перья на голове у женщины, действительно потрясающе построенный кадр. И следующий кадр огромная фантастическая женщина, хозяйка номеров, пускает их внутрь. Это тоже очень гоголевский кадр. А также можете посмотреть на тексты. Вы же понимаете, это не мое кино. Здесь очень большую роль играют текстовые вставки. Юрий Тинянов брал тексты у Гоголя. Это было очень мгновенько. Раньше всегда тексты были такие пояснительные. На последнем месте они были здесь. Тинянов заставляет нас и в тексты погружаться в Гоголя, и при этом всегда дает его от первого лица, а не от третьего. Это не пояснение, это первое лицо, что тоже очень важно. Посмотрите, есть и такая буквальная игра с фразеологизм. Дело в шляпе, буквально говорят нам авторы фильма. Здесь в шляпе было дело о взятке. Историю тяжба тоже Гоголевского, Тинянов тоже встроил сюда. И оказалось, что значительное лицо, то самое, которое приезжает Акаке и в общем-то в какой-то мере становится причиной его смерти, это человек, который изначально дал взятку, чтобы стать значительным лицом. Посмотрите такую экспрессивную, даже натуралистическую эстетику фильма. Вот человек падает прямо головой в рояль. Дальше вот этот пар курящего человека и даже такие уродливые детали. Вы видите, на лицах героев, не стесняются актеры в этой экспрессии. Очень страшный смех, вот этот человек смеется, это как раз и есть значительное лицо. И на контрасте с ними авторы фильма создают следующую сцену, в которой входит вот эта линия красоты и линия прекрасной женщины. Сейчас мы с вами туда дойдем, проезжая этих уродливых чиновников, может быть, даже с такой чрезмерной ненавистью показывают, что, в принципе, для искусства 20-х годов тоже было свойственно такой отказ от... Ну, мечта о том, что в России чиновники кончились, чего, конечно же, не произошло. И вот коморка Тискарёва это, смотрите, это романтическая линия женщины, и ему в дыму огромного чайника мерещится, что к нему приходит человек с аксельбантами, похожий на испанского короля, это, конечно, аммаж к тоже гоболевскому тексту записок сумасшедшего, и говорит, барыня, которую вы видели на проспектах, прислала за вами карету против себе, но это только мечта Тискарёва, в действительности оказывается, что барыня его не ждет, все над ним смеются, мы не успеем уже досмотреть этот фильм до конца, я хочу дойти до кареты, эта карета по описаниям, которые хранятся на лентине, продвижала члену императору Николаю Первому, время было такое, когда императорские кареты легко и без зазрения совести отдавали на откуп кинематографистам, но она сохранилась, до сих пор хранится на старой деревне, где сейчас храняющая карета, а мы расстаемся с кинозалом и попадаем в последнее из простенства Дмитрия Шостаковича. Шостакович был тоже одним из очень молодых героев нашей экскурсии, ему было 22, по-моему, 22 или 23 года, когда он написал оперу «Нос», завершая консерваторию, он очень устал от тех бесконечных правил, которые приходилось учить на уроках в полифонии, гармонии, это действительно математические совершенно задачи, которые нужно освоить для того, чтобы создавать уже свои гармонии и быть очень свободным, но Шостакович нарушил все в этой опере, таким образом показав, как он хорошо знает, что можно нарушать. Опера комическая, сейчас мы с вами тоже в такое веселое путешествие отправимся, приглашаю вас сесть в вагонетке и проехаться по партитуре Шостаковичевского галопа из оперы «Нос». Субтитры создавал DimaTorzok 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 по партитуре Галопа. Вы видели, что каждая вагонетка соответствовала одному из инструментов, 12 инструментов оркестра, задействованных в этом оркестровом фрагменте оперы. И это последняя остановка нашей экскурсии. Мы пришли к такому своеобразному вокзалу в небе. Вы видите, этот вокзал это то самое здание, с которого мы начинали нашу экскурсию, только теперь он вот здесь расположен, в этой странной такой пустоте. Это пространство нашей библиотеки. И здесь экскурсия наша завершается. Здесь такое вечернее освещение. Вы видите, этот путь прошел, этот день заканчивается, солнце заходит и из нашего музея можно выйти по лестнице в небо. Когда Гоголь умирал, есть такая легенда, что он говорил все время, принесите лестницу. И вот этот образ возвышения в небо, попытки подняться к каким-то высотам, которые, может быть, не всегда доступны в обычной жизни, этот опыт подогревал нас в создании этого музея, такого немножко странного, поэтического, фантастического и, как нам кажется, немножко гоголевского. Мы благодарим вас за то, что вы были с нами сегодня на нашем стриме и приглашаем вас внутрь музея стать аватарами, посетить этот музей. Экскурсии будут проходить по предварительной записи на онлайн-платформе в нашей библиотеке. Вам нужно быть у своего компьютера, нужно проверить настройки своего компьютера, о чем мы пишем во всех письмах заранее, и мы будем очень рады видеть вас здесь внутри. Спасибо за внимание.